40 лет спортивной карьеры с серебряной медалью с чемпионата мира приехал заслуженный тренер боевых искусств Сергей Загороднюк. Он возглавляет областную федерацию Гадзюрю Каратэ Дом. Всего Россия взяла 6 медалей. Чего стоила победа, спортсмен рассказал нашей съемочной группе. Сергей Загороднюк только успел вернуться из Румынии, где проходил чемпионат мира и снова взялся за тренировки. И сегодня только пытливому взгляду заметно. Тренер старается больше наблюдать за учениками, а сам уходит на второй план. Во время соревнований получил травму, а ведь только недавно перенес серьезную операцию. Ровно 12 июня, ровно полгода, как мне прооперировали тазобедренный сустав и поставили эндопротез. Но восстановился быстро, начал тренироваться уже через два месяца. Врач, конечно, меня предупреждал, что будьте осторожны, но я все-таки спортсмен, всю жизнь спортом занимался. Сергей Петрович говорит, поехал на соревнования на свой страх и риск. Но не прогадал, одержал победу среди ветеранов в разделе ката, что переводится как форма и метод. Очередная медаль висит тут же, в зале. Пусть юные ученики равняются. Впрочем, тренер для них всегда пример для подражания. А для одной ученицы не только в зале, но и дома. Аня, юная спортсменка с черным поясом, дочь тренера. Впрочем, за это никаких поблажек. Он все равно меня больше требует. Он может на меня как-то крикнуть. Ну, то есть, потому что не могу же я на него обижаться. Анна занимается каратэ уже 10 лет. Регулярные тренировки три раза в неделю дали свои плоды. Хорошая форма, уверенность в себе и множество побед. В школе с Аней дружили все мальчишки. Еще бы. Не только каратистка, но еще и модель. Так что иногда, после тренировок в зале, дефиле на подиуме. Интересно это совмещать. Это очень необычно получается для всех, когда я говорю здесь, что я хожу в школу модели. Или когда там, знаю, что я занимаюсь каратэ. Все так реагируют. Это неординарно. Анна признается, для нее главное, чтобы отец гордился. А вот у парней другие цели. Быть в форме и уметь постоять за себя. Ну, знаете, осанка. Когда по человеку видно, вот человек идет, по нему видно, что человек уверенный в себе. От него даже, если вот мы говорим про боевое искусство, от него даже, в принципе, ну, можно ожидать то, что на улице к нему особо претензий не будет. Ну, в таких каких-то опасных ситуациях. Скользких, потому что, ну, вы знаете, да, психология жертвы, потому что обычно нападает на людей, которые там в проблемах все. А здесь вот год-два, уверяю вас, меняется мышление, меняется сознание. Владислав пришел на тренировки семь лет назад. Говорит, еще в школе. Только почувствовав силу, сам искал приключения. Иногда вместо того, чтобы промолчать и уйти, лес наружен. Но чем больше занятий, тем больше понимал. Карате не просто высоко поднятая нога, а целая философия. И чтобы полностью осознать ее, уходят десятилетия. Анастасия Карева, Михаил Мельхов, Арктик ТВ.